Вот это булава. Это тоже раньше, как Илья Мудами, смотрели сказки, читали. О жизни как былиных героев, так и героев Кубани дети узнают со школьной скамьи. Казаков сейчас знает каждый. А вот услышать из первых уст их историю, посмотреть и даже потрогать оружие удается не всем. Для учеников 28-й школы в Блиново это привычное дело. С 2015 года часть уроков кубановедения проводит атаман Адлерского районного казачьего общества. С дружим, с ними вместе работаем. В последнее время очень тесно взаимодействуем с депутатским корпусом нашего городского собрания Сочи. Особенно с Валерией Ервандианом Жуковым. Очень красивая, знаменитая фамилия. Я у нее помощник депутата. Мы часто с ней бываем в школах. Вы сейчас видели, как дети сидели тихо, как мышки. Слушаю внимательно. Вот только им разрешили потрогать оружие. Как они с удовольствием подбежали. Пощупать тоже очень хорошо. Человек знает, что это такое, зачем. Открытые уроки направлены на патриотическое воспитание детей. Школьники могут задавать вопросы не только представителям казачества, но и ветеранам других войск. Таким образом, они узнают историю родного края и страны. Мы ежегодно, традиционно, в рамках образовательного процесса проводим открытые уроки. Наем избирательном округе номер один в школах номер 100, 29, 28 и 38. Для нас важно понимать, что ребенок увлекается в процесс. Он и открыт образование. И я думаю, что это одна из главных задач, которую ставят перед собой молодые депутаты, депутаты нашего городского собрания. Открыть образование и сделать его доступным. Такой образовательный проект в рамках взаимодействия со школами первоизбирательного округа и представителями казачества Илеонора Жукова намерена продолжать. Более того, привлекать к патриотическому воспитанию юных сочинцев и других молодых депутатов. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.